Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Очень сильно переживаю расставание с когда-то любимым человеком. Он просто по странным причинам отказался от меня, но не смог признаться в этом, дупо игнорил. Прошло уже полгода, я не могу отойти. Он сейчас начал встречаться с другой девочкой, но она полная противоположность. Она не культурная, она похожа на девочку легкого поведения, хабалка. Я же более скромная и культурная из нормальной семьи. Не могу видеть их на улице, сердце кровью обливается, что он выбрал не меня, а вот такую особу. Сам раньше про него говорил, что она не для жизни, а для развлечений. Я дескпорт смотрю за его жизнью и тихо плачу одна дома. Обижаю этот момент, что я дескпорт свободен, а он с этой, соответственно, девушкой. Фу, мягко теперь от мысли, что я когда-то была с таким человеком, который теперь собрал весь букет заболеваний от этой дамы. Но подсознательно я все еще надеюсь, что он пожалеет, что так поступил со мной. Это мой дескпорт советом, как выкинуть из головы то, что я считаю себя никому не нужным. Что он и она лучше меня, потому что он от меня убеждал вот это. Почему я так по раннему думаю, где познакомиться с другим человеком, чтобы навсегда закрыть ту прошлую страницу жизни и адекватно реагировать на них при встрече. Смотрите, первое, что хочется сказать, то, что у вас не приводится боль от расставания. Вот, то есть вы расставание не прожили до конца, эмоции, соответственно, бурлят, вот, эмоции, соответственно, горят, вот отсюда, соответственно, агрессия, направленная на, ну вот, и на нее, и на него, вот отсюда потребность в ретрибуции, то есть, ну, в том, чтобы он пожалел, о том, что сделал, как я понимаю, вы, даже если он пожалеет, и, ну, захочет вернуться к вам, вы, скорее всего, его не примете, если я правильно вас понял, да, вы его как-то вот, ну, не будете принимать, да, то есть вы как-то вот в этом смысле все равно не готовы, не готовы его принять, даже несмотря на то, что он, ну, допустим, ему захочет к вам вернуться, например, да, вот, то есть такая обстоятельность. А, но, тем не менее, все равно как-то вот обилия, да, она все равно присутствует, как-то вот, ну, негатив вот этот, он все равно как-то есть, да, и, соответственно, вот эта вот такая, такая, как бы, ну, потребность в том, чтобы, чтобы вам вот, значит, ну, что-то возместили, да, потребность, чтобы вам, значит, как-то вот, ну, доказали вам, доказали или показали вам, что ушли, там, грубо говоря, на область, да, что вы все-таки цена, да, это присутствует, вот, это связано именно с тем, что не прожиты ваши чувства, вот, не прожиты ваши эмоции, которые, конечно, очень сильно, судя по, ну, судя по тому, что я могу видеть, то есть их на буквальном sleet, то есть, ну, 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 буквально, 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 буквально произвелые, да, вот, ну, проговориться, выговориться, выговориться, и так далее, и это очень важный момент для вас, так илиHAHA, в любом случае. Очень важный момент. Дальше. Дальше. Значит, смотрите. После того, как эмоциональный фон будет более-менее снят его, вы сможете обратить внимание на то, что, в общем-то, складывается такое ощущение, складывается такое впечатление, что вы молодым человеком дорожите. И он для вас важен в том и тем, что он вам давал ощущение, что вы нужны. То есть за счет него вы старались как-то себя убедить в том, что вы нужны. То есть вы за счет него поднимали свою цену. Ну, по факту. Вот по факту. За счет него вы поднимали свою цену. Это не хорошо и не плохо, но важно другое, что ваша ценность от того, что вы так делали, не повышается. Вы даже, я не знаю, замечаете или нет, но даже то, что вы сейчас пытаетесь найти другого человека, то есть вот даже то, что вы сейчас хотите встретить другого мужчину. Вот. Эта история больше про то, как мне видится, как мне кажется. Эта история про то, чтобы, опять же, компенсировать. Эта история про то, чтобы компенсировать, ну, как бы, ваша, получается, задетая, что ли, самолюбие. Вот. То есть ваш самолюбие оказалось задетым. И вы хотите сейчас найти и встретить парня, чтобы он вам вот это не компенсировал. Но, к сожалению, к сожалению, очень похоже на, вот, ну, именно на это. То есть я попробовал ошибаться, но очень похоже на это. Очень похоже на то, что так происходит. Тем не менее, ваше состояние, которое вы описываете сейчас, ваши мысли, которые вы описываете сейчас, они были с вами раньше. Они были до того, как выступили в отношениях с человеком. Они были до этого. Они были до этого, они просто вами не замечались, там, ну, потому что молодой человек с вами был, и я как-то вот компенсировал, скажем так. Вот. Но, тем не менее, это было с вами всегда. Что было с вами всегда? Что было с вами всегда? Ну, вернуть себе, страх одиночества, проблема в сумасшемке. Проблема, собственно, реализации. Вот. Скорее всего, проблематика личных границ, некоторая пассивность, я имею в виду поведение и так далее. То есть, культурность и скромность хороши, когда они живут из силы. Культурность, культурность и скромность, можете быть уверены, человеку только мешают, когда они из дефицита. вот есть у меня такое чувство, что у вас культурность и скромность. Лишь отчасти не является вашими ценностями. Лишь отчасти. А отчасти это именно что следствие внутренних конфликтов. Ваше. Ваше. То есть, человек может совершенно спокойно, совершенно спокойно объяснить свою уверенность в себе. А свои какие-то страхи именно тем, что он скромный человек. Из того культуры. Но далеко не всегда человек так поступает из выбора. Чаще всего такого выбора перед ним нет. Чаще всего перед ним такого выбора нет. Чаще всего человек так поступает только потому, что не видит для себя ничего другого. Вот. Не видит для себя ничего, никакой альтернативы. При этом, при этом, очень важно понимать, на мой взгляд, что культурность и ценность, и скромность, повторюсь, крясят человека тогда, когда, 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 это происходит, это происходит, из, выбора, из силы, из силы, из выбора. Понимаете? Семь штук. А у вас, на мой взгляд, этого не происходит. Собственно говоря, все чувствами, ваши ценности, полноценности, если угодно, реализованности, и необходима работа, для того, чтобы, вы, смогли, как-то жить дальше. Вот. То есть, здесь идея, именно в этом заключалась, не в том, чтобы найти отношения, новые, другие, людей, а именно в том, чтобы, начать себя, начать себя, ценить. Сейчас, вы, этого не делаете. Сейчас, вы, себя не цените. К, сожалению, моему большому. Вот. Понимаете? Какая штука. м-м-м. Вот. Эм-м. Такая, на мой взгляд, история. То есть, сначала проявит рамы, самая же станет легче. Потом, личностный рост, и, всё, ваше сердце не будет, э-м-м, обливаться кровью при виде, э-э-а-м-м, ну вот, этих людей. То есть, задача заключалась в том, чтобы сделать, Вот буквально сделать так, чтобы вам было более интересно ваша жизнь, а не жизнь кого-то, кого-то там. Вот. Значит, смотрите, вы можете вспомнить, как вы вели себя в отношениях. Вы можете вспомнить, как часто вы проявляли инициативу, вы можете вспомнить, как часто вы говорили о своих желаниях и каким образом. Вы можете сейчас честно себе признаться, хотя я более чем уверен, что вам это будет сложно, может быть даже болезненно, но вы можете честно себе признаться в том, на что были направлены ваши чувства и ваша активность в отношениях с молодым человеком. На него или на себя, через него. Я думаю, вы можете честно себе ответить на этот вопрос. Да, это неприятно. Да, если вы скажете, что вы были на него нацелены, спорить я с вами не буду. Я не буду говорить, о нет, Алина, ты не права. Нет. Но это вопрос просто честности. И по моему опыту, судя по тому, что вы описали, ваша активность была нацелена на себя через молодого человека. То есть себя вы обделяли, занимались профлекцией, то есть сделали для него то, что хотели сами. И в итоге оказались разочарованы, ощущение, что потратили время впустую тогда, понимаете. То есть человек, который находится в отношениях и его реально волнует, что он кому-то нужен, кому-то нет, его реально и сильно волнует очищение собственной ценности. Да. Вот. Такой человек просто не может быть свободным. Он не может быть свободным. Он скован. Он зажал. Понимаете, он пассивен. Как-то так. Поэтому мое предложение заключается в том, что ваш молодой человек не просто так вас игнорировал, предоставлено. Потому что формально вы не сделали ничего. Все просто. Формально. Просто, если моя гипотеза верна, то молодой человек, ваш, почувствовал себя с вами один уже. Он почувствовал, что находится в отношениях с самим собой. А если вы себя проявляли, то очень важно то, как вы это делали. Смотрите. Вы пишите. Я очень сильно переживаю расставание с когда-то любимым человеком. То есть сейчас вы его не любите. По сути, вы прямо это говорите. Сейчас вы его не любите уже. А переживаете вы не о нем, а о себе. О том, как вы себя чувствуете. По сути, вы шли по дороге своей жизни с костелем. У вас костыль забрали. И вам теперь тяжело. А учиться идти самой больно. Еще труднее. И вот вы говорите мне, дайте мне другой костыль. То есть другого молодого человека. Он просто по странным причинам отказался от меня. Вот тоже. В этом чувствуется, знаете, драматичность. Ну, нельзя от кого-то отказаться. Потому что нельзя на кого-то согласиться. То есть вступая в отношения, люди не соглашаются на кого-то. И не отказываются от кого-то, выходя из отношений. Потому что мы не знаем того, как отношения будут складываться. Здесь я могу сделать такое, ну, опять же, предположение, что вы как-то рассчитывали, что эти отношения будут, ну, на всю жизнь. На всю жизнь. То есть вы не допускали возможности завершения отношений. Знаете, такая штука. То есть вы подходили к отношениям как к какому-то выбору. Что вот, ты вступил со мной в отношения, все. Ты со мной теперь. Навсегда. Так не бывает. Так не работает. Понимаете? Люди меняются. В норме, в норме. Человек по истечению года меняется очень сильно. За год. В норме. Если человек не меняется за год, хотя бы ощутимо. Не кардинально, но ощутимо. Это говорит о том, что человек как-то застыл. Это, в общем-то, тоже не очень хорошо. Вот. Поэтому вы, вот, просто подумайте, что вы вкладываете в то, что говорите, он отказался от меня. Здесь присутствует и такое вот болезненное возвышение себя, мол, от меня отказался. Да? Тут, кстати, может быть, еще одна проблема, что вы подсознательно, так вот, негласно возвышали себя над ним. Но это предположение, а тут, может быть, я не прав. Дальше. Не смог признаться в этом. Чувствуется здесь, с одной стороны, у вас на самом деле незавершенность, но с другой стороны, и это важнее, чувствуется то, что вам-то нужна его обратная связь. То есть воспринять сами то, что происходит, отнестись к этому как-то, и, собственно, дальше идти не можете. Нам нужен именно другой человек, чтобы он сказал, почему я, в кавычках, от тебя отказался. Тупо игнорил. Да, тупо игнорил, а вы в это время находились в подвешенном состоянии. Прошло уже полгода, я не могу отойти. Вы встретились с собой. Вы встретились с собой рядом. Сейчас. Он начал встречаться с такой девочкой, она полная противоположность, значит, я более скромная, культурная и нормальная семья. Да, то есть вы здесь себя возмущаете, вы говорите, что вот я такая хорошая, а вот как он меня бросает. Здесь история про что? Вероятно про то, что вы пытаетесь быть хорошим. А пытаетесь быть хорошим, вы ущерпите себя своим чувством. Пытаетесь быть правильным. Может быть, даже слишком правильным. Вообще, правильные люди, они как бы неестественны. Вот эта правильность, она как правило неестественна, она как правило не подразумевает какой-то гибкости. Она не подразумевает интенсивности, порывистости, свободы. Она не подразумевает полимеров. На самом деле. Это очень может быть тяжело. И вам, и вашему молодому человеку. Дальше. Не могу видеть их на улице, сердце кровью обливается, что он выдал на меня вот такую особу. Смотрите. Скажу вам страшную вещь. Вы реагируете на особу? Потому что в глубине души вы ей завидуете. Вам хотелось быть чего-то от нее? Нет, понятно, ни образ жизни, ни там, ее культуру, нет. Нет. Но именно вы не можете в ней не чувствовать большую свободу, чем в себе. Вы знаете, что она за молодого человека вашего не держится. Вы знаете, что это он за нее держится, а не она. Она свободнее вынимает эту свободу, не ощущая. От этого вам больно. Это первое. И второе. Вы пишите, он выбрал не меня. Вот смотрите. Здесь снова про безопасность. И здесь снова про попытку себя защитить. Никто никого не выбирает. Не выбирает так, что вот я выбрал тебя на всю жизнь, нет. Никто никого не выбирает. Человек единственное, за что может отвечать, это за то, что здесь и сейчас я хочу с тобой быть. Все. Дальше. Сам раньше про нее говорилось, что она не для жизни, а для развлечений. И вот тоже интересный момент. Я не очень понимаю, честно говоря, зачем быть в отношениях, если это не развлечение. Если это не счастье, если это не легкость, если это меня не наполняет. Зачем? Зачем отношения превращать в работу? Зачем отношения превращать в рутину? Зачем? Понимаете? То есть, да, для развлечений мы вступаем в отношения, потому что нам хорошо в них. Понимаете? И если нам становится плохо от ответственности, которая у нас естественно возникает, то честно было бы такие отношения завершить. Честнее. Но сколько людей остается в этом? Сколько людей, вот стараясь поступить правильно, страдают в отношениях? Отсюда измены, отсюда ссоры, конфликты. Понимаете? В чем штука? Я до сих пор смотрю за его жизнью, тихо плачу одна дома. Вопрос к вам, насколько богатая жизнь у вас? Насколько она интересна вам? Насколько вы вообще сами-то по жизни идете? Ну, не осознанно, я бы сказал, да? А насколько ярко? Насколько ярко вы идете по жизни? Обижает этот момент, что я до сих пор свободен, а он с ней. Это сравнивание, сравнивание возникает тогда, когда в семье такое принято сравнивать. И когда, в общем-то, ну, я бы сказал так, что сравнивание возникает, когда в семье есть элементы авторитарности. То есть, когда в семье есть кто-то, самый главный. Вот. То есть, вы сами подумайте, как вы приходите к идее вообще, в принципе, себя сравнивать-то с кем-то. У вас, как будто бы, нет вот этого, вот этого взгляда, что все-либо разные, что, как бы, свой путь у каждого. То каждый по-своему ценен. Из этого напрашивается только один вывод, что вы эту свою ценность не чувствуете. Вы можете только смотреть на ценность другого человека. На парня. На вот нее. Хотя, вы ее вроде как обесцениваете, да? Вы вроде как к ней относитесь негативно. А в то же время вы сравниваете себя с ним. Понимаете? Если вы к человеку относитесь негативно, но сравниваете себя с ним. То эта история не про то, что он не соответствует вашим ценностям. Это история про то, что эта женщина ведет себя так, как для вас неприемлемо. Это история про то, что вы не чувствуете своей ценности. Смотрите на нее, завидуете. После того, как возникает зависть, у вас появляется злость сначала на себя за то, что вы можете, как вы можете такому завидовать. И вы эту злость перенаправляете уже на этого человека, злась и обесценивая его. Обесценивание для чего-то нужно. Обесценивание это самый простой, самый примитивный, но и самый бесполезный способ почувствовать себя как-то более ценно. Пока я тебя унижаю, я не такая лоха. Но запас прочности, гибкость, возможность применения такого способа очень ограничивает. Дальше. Фу, ужасно мерзкая мысль, что когда-то был с таким человеком, который теперь собрал весь букет заболеваний, а ты тогда? Тут тоже момент. Отвращения. Я бы смотрел на момент отвращения с нескольких углов. Во-первых, отвращения это про непринятие. И вообще-то это нормально. Ну как бы нормально. Вообще, это абсолютно нормально, что вы не принимаете что-то. Вопрос в другом. Что резко человек не меняется. Ну вот вы говорите, полгода прошло. Но за полгода человек не может измениться настолько, чтобы у вас он вызывал такие чувства. А значит, он таким был всегда. Может быть не так ярко это было выражено. Может быть с вами он себя сдерживал, но он таким был всегда. Не просто же так он говорил про нее, что она для развлечений. Понимаете? Вы уже тогда что-то чувствовали. Но реагировали ли вы на это? Если да, то как? Ваше отвращение очень похоже на то, что оно было всегда просто сейчас. Появилась возможность его выражать легально. А до этого такой возможности не было. Мне кажется, что вообще свое непринятие вы выражаете только тогда, когда это легально. Когда вы можете обвинить. Когда вы можете осудить. А вот так, чтобы просто сказать, слушай, мне не нравится. Ну вот не по душе. Вот как бы все нормально, ты как бы ничего плохого не делаешь, но вот не по душе мне. Было ли такое? Понимаете, да? Дальше. А, подсознательно, я все еще надеюсь, что он пожалеет, что так поступил со мной. А как он поступил? Ну вот, если мы отбросим все то, о чем я сказал до этого. Как он с вами поступил? Ну, захотел человек завершить отношения. Не захотел человек вам об этом говорить, захотел выяснять. Ничего. Это его правило. Да, с точки зрения морали, с точки зрения этики, возможно это вызывает нарекации. Но опять же, давайте здесь будем честны. Человек вправе так сделал? Вправе. Проблема в том, что в его действиях вы видите обесценивание себя. То есть, вы не видите опять же его, а видите только то, как он с вами поступил. То есть, это история про вас. Вы знаете, люби вы молодого человека, я имею ввиду, будучи вы направлены как бы на него. Вам было бы грустно от того, что происходит. Это правда. Вам было бы неприятно смотреть на то, с кем он сейчас. Это тоже правда. И это нормально. Но вы бы принимали его решение. Потому что он справит. Когда человека любишь, каждый его поступок принимаешь. А тебе поступок может быть неприятен. Ну, вот, как бы, любимый человек, да, поступает, ну вот как-то вот, как тебе неприятно. Тебе может быть неприятно, но ты принимаешь его. А если не принимаешь, значит, уже не любишь. Такие дела. И вот здесь мы сталкиваемся с вызовом. Мы сталкиваемся с вызовом. Дело в том, что когда мы чувствуем, что мы не принимаем какого-то поступка, какого-то решения выбора человека, мы это, как бы, зажимаем, чтобы остаться в отношениях. Чтобы нам было удобно, чтобы нам было комфортно, чтобы не надо было опять, в кавычках, кого-то искать. Потому что это тяжело. Почему это тяжело, мы себя не спрашиваем. Понимаете? Помогите советам, как выкинуть из головы тот, я считаю, себя никому не нужно. Это не надо выкидывать из головы. Дело в том, что вы не просто так об этом думаете. Вы не просто так думаете, что вы никому не нужна. Сейчас для вас это единственная важная история. Вот вы говорите, я никому не нужна. Во-первых, попрошу заметить, что вы обобщаетесь. То есть, вы говорите уже не про молодого человека. Вы говорите про всех. То есть, молодой человек, это способ доказать, что вы кому-то нужны. Ну, хоть кому-то. И тут у меня напрашивается вопрос. А не из этой ли позиции вы выбрали мужчину, которому у вас было отвращение всегда, но ярко выражено. И вы просто решили, ну, хоть с ним. Ну, хоть с ним буду. Это напрашивается само собой. Если мы смотрим на то, как вы описываете историю. Так вот, не надо выбрасывать из головы ничего. Вы говорите, я никому не нужна. А за счет чего вы будете нужны? Вот о чем предметно идет речь. Что в вас никому не нужно? Что в вас есть? Чтобы к этому было отношение нужно, не нужно? И есть ли оно? При этом, речь идет не о том, что вы должны прыгать перед человеком, быть усложливой, выполнять все желания, все прихоти, быть удобным, нет. Об этом речь не идет. Речь идет о том, что нужность формируется из вашего собственного пути. Вы идете своим собственным путем. Вы транслируете, продвигаете и отстаиваете определенные ценности. Вы становитесь определенной личностью, делая определенный выбор. И вот это становится нужным другому человеку. Это вызывает отношение к вам. И вот теперь внимание. Вопрос. А при том, что вы скромные, и при том, что вы культурные, и при том, что вы пытаетесь быть правильными, вы нужности демонстрируете чего в себе? Правильности или себя? Своих ценностей, своего пути, своего выбора, своих жизненных целей и стремлений. Понимаете? Легко сказать, что никому не нужно. А за счет чего? За счет чего ты будешь нужным? Это же на чем-то основывается. И грубо говоря, нужность основывается на активности. Вот хочется вас спросить. То, что вы хотите быть нужным, это нормально. Все хотят быть нужными. И я хочу быть нужным. Поэтому я записываю этот ответ. Отчасти поэтому. Но отчасти еще и потому, что я люблю то, что я делаю. Отчасти еще и потому, что хочу помогать людям. В данном случае вам. Отчасти потому, что мне это важно. Понимаете? Это не только про нужно. Про нужно. Нужно. Я хочу быть нужным. Но я делаю выбор, чем я занимаюсь. Я делаю выбор своих ценностей. И я их продвигаю, транслирую. Понимаете? Дальше. Он и она лучше меня. Поэтому он от меня убежал. Опять же. Может быть, он от вас убежал. Но. Почему он не мог этого сделать? Ну так. Почему каждый, кто находится в отношениях, не может убежать от другого? Это же его право. Понимаете? Вы как-то решили, что человек должен быть с вами все время и только с вас. Нет. То, что вы интерпретируете его и ее, как то, что они лучше вас, потому что он убежал к ней, это история про ощущение, что я хуже всех. На самом деле. Я не принимаю себя и свои решения. И поэтому я не принимаю решения других. Почему я до сих пор о нем думаю? Я думаю, потому что более важного ничего в вашей жизни нет. Где познакомиться с другим человеком, чтобы на себя закрыть эту прошлую страницу в жизни и адекватно реагировать на них при встрече? Вопрос поставлен супер некорректно. Во-первых, где вам ознакомиться, вы решаете сами. Во-вторых, знакомство с человеком – это приобретение еще одного костыля. В-третьих, реагировать вы будете так же, просто будете прятаться за спиной молодого человека. И самого молодого человека, с которым вы хотите познакомиться, по сути, вы предлагаете использовать. И дело не в том, что использовать – это плохо. Мы все друг друга используем. Дело в том, что такое использование не предполагает свободы. То есть не предполагает, что мужчина побудет с вами, захочет уйти и с вами расстанется. Вот так вот. Понимаете? То есть вы, Алина, в данном случае, как-то даже не допускаете мысль, что вы без молодого человека можете не реагировать на них так, как реагируете сейчас. Это возможно, если вы начнете жить, а вы не живете. Как-то так. Еще мне хочется сказать такую вещь. Она будет, скорее всего, неприятной, но тем не менее. Когда люди чего-то друг другу не говорят, связано это с несколькими моментами. Первый момент – это когда человек хочет сказать, но он хочет быть правильным. И он вот это правильно ставит выше своих желаний. Второй момент – люди не говорят, потому что не доверяют. Точнее, точнее, их контакт, их коммуникация как-то не предполагает обсуждения каких-то тем. То есть вам молодой человек не сказал, ну вот не признался в том, что он с вами расстается. У меня вопрос – а как бы вы отреагировали, если бы он вам так сказал? Как бы вы отреагировали, вы бы приняли его желание? Вы бы приняли его выбор? Если вы ответите «да», так принимайте. Принимайте прямо сейчас. Сейчас вы знаете, что он такое решение принял. Принимайте. Вы не можете. Значит, вы не приняли бы. А если бы вы не приняли бы, так зачем вам говорить? Для чего? Чтобы посыпались обвинения? Чтобы посыпались уговоры? Чтобы была попытка выяснять отношения, что со мной не так? Потому что вы и так считаете, что с вами что-то не так. А с вами все так. Глобально. Глобально с вами все так. И с ним тоже все так. И с этой женщиной тоже все так. Вы абсолютно одинаковы. Просто у вас приоритет в одном, а у них приоритет в другом. У вас требования к себе доминируют над вами. У них нет. Вот и вся разница. Но с вами все так. Со всеми людьми все так. Понимаете? Нет кого-то лучше, хуже, тогда. Но вы так не считаете, потому что вы требуете от себя чего-то. И не подвергаете эти требования сомнению. А это необходимо делать. Необходимо подвергать требования сомнению, требования к себе и к другим сомнениям. Чтобы не терять свободу, не терять гибкость. Понимаете? Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, интересно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Продолжение следует... Смотрите. ... Удачи!